так у меня тут очередные находочки в одном месте вот такие так назовем их маленькие у юлинки вот они какие они те самые запалы детонаторы топсуля как хотите для немецкой колотухи м24 там на дне основной зарядик тут на дне буковки должно буков как она не должна быть есть она там до видно очень мощный заряд опасный говорят пальцы напрочь может оторвать сразу в одном месте 4 штучки не так часто они уже попадаются вот у меня их сколько собралось тут с десяток штук ладно притопим наткнулся бутылки две штуки их нашел а по вот уже вытер одну разбил завоняло сразу стало понятно что это зажигательной смесью бутылки вонючая зараза на пробке следы ты жидкости вот одна целая до лучших времен поднял очередную переноску для немецкий гранат м24 колотухи все ничего крепенькая вот здесь кирдык было переносочка старый пень до это не наши времена высоко срезан уже гнилой совсем и вот чего было ножны штыку 98 карабина забивали сюда в пень когда был целый пень также еще гильза забита от дочки са пень сгнил за многие годы были ножны внутри деревьях в принципе да он забивал в пень его покалечили мужики может после войны может во время войны пола тачки риндажики кабаняра клыки чесал тут же колючая проволока вросла немецкая рядом в трех метрах от катушки немецкой для связистов в окрасе где была земля там сгнила обзваниваю очередную палаточку в городке сигнал и вот еще одна деталь оценированная самолета самой палаточки на крыле на хвосте стоял этот вот в этой же палатке очередная такая же похожая деталь самолета точь-в-точь это точно истребитель детали маленькие а а а а а две похожие детали погода опять портится дождь снег хотел дальше идти вот заметил на одной из деталей от самолета здесь закопченное такое вот место было и такая вот назовем это же шильда но не клёпаная печатная она получается из краски аккуратненько смочил щеткой зубной все что можно было вывести отсюда в нижней строке что тут 44 97 восьмерочка просматривается а последнюю цифру не видно и здесь верхняя строка пока мало информации ничего хотя вычисли тут ты не вытаскивал тебя никто за последние 20 лет отсюда если после войны не вытащили то ты лежишь здесь где-то недалеко моментально снегом все занесло выворотил очередную противотанковую мину ты мои 35 донного и бокового взрывателя нету стоит основной не на боевом взводе шнурок намотан вокруг не успели поставить был сигнал стал копать думал авиабомба очищаю очищаю все длительность уже подумал торпеда но откуда на земле мне это казался кислородный баллон немецкий огромный почти с меня ростом тут надписи остатки краски чистить чтобы прочитать вентиль цветнина целый огромный баллон погода все портится камера не хочет снимать сегодня день калеченых находок переноска вначале он там попалась для этой моей тридцать пятых калеченая вся на куски разорванная газбак верховой уставший ну и вдобавочек по ходу фляга убитая надо просто смяли просто замяли тридцать восьмой год попался верховой кусок обшивки самолетной такой большой довольно таки не дает мне погода доделать дело до конца это внутренняя часть что-то вот такое вот так для вентиляции двигателя наверно воздушное охлаждение такие возможно сейчас помою почищу слегка рядом с большим куском нашел еще один такой тоже намыл его так раз немецкий где темная краска желтая рассматривается уже вырезана вроде как с этой детали похоже здесь все так что-то даже с номером что-то даже с номером выглядит краска облезла с нами так есть притащим тоже откуда-то вырезали кусок на нужды это вот другой городочек в двухстах метрах от того места где я первые детали нашел от самолета опять зима очередная находочка это вот элемент самолетного колпака закругленный внутри сидел верхняя часть кабины вся из железа алюминия здесь нет один кусочек где-то был да здесь вот с какого самолета ищем дальше так вот положил его вот выдвинутый разобранный прибор в длине прибора вышел на военную лесную дорогу в болоте сейчас по ней пойду там в болоте есть пару островов с городками надо посмотреть дорога военная помню ее да она так же да была как ограничение обочины натянута была на ней колючая проволока и вдоль всей дороги он здесь и так идет трос металлический периодически она встречается вдоль обочины этой дороги лес в болоте долго растет так идет колючка вдоль дороги хожу вокруг этой огневой точки минометной второй горшок мятый еще попался верховой печаль такая допники идут так называемый юпи тонизирующий напиток немецкий консервы а у меня прям на брусьвере под корнями выскочила складная немецкая лопатка очередная передная не сюда а ну вери гуд такой средний сохранчик целая такая вот минометная огневая точка немецкая да конечно неудобно непривычно неудобно зима пришла пошла в кураж ломку то надо как-то снимать правда наш коп зимний начался пока вокруг идут сигналы бутылку разбил допнички вылазит уже бутылек выскочил на брусьвере пустой прозрачное стекло как обычно допничек с бумаженцей с надписьюлями 1940 год вроде целый там да тяжелая с порохом попробую открыть сейчас посмотрим так скажем в нуле даже муха ни разу а если и было то в тапочках дополнительный пороховой заряд есть такие мелочи поим дальше хорошо здесь уже печку раскапываю вот из кирпича гильзы артиллерийские на дне всяких вам там дымовуха тухлая немецкая патроны немецкие вина тебе тут же возле печки смотрите вылезла красавица губная гармошка немецкая надписи тут всякие пострадала конечно от времени сейчас я протру аккуратненько покажу такая приятная находочка да пусть не целая но ванной надписи сейчас помыл как мог такая губная гармошечка с этой стороны плохо просматриваются но они видны надо лучше чистить все-таки тонкий очень тонкий металл цинк по гуглим торговая марка м.хохмер и медали как на русском самоваре на нашем медальки с разных выставок наверно вот вон находимся на переходном городке палатки блиндажки что там у нас от тема найдено рычаги 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 а там поломета так называемого да просто трубы не было да так они вверх или вниз должны правильно держаться вот так ампуломет затвор такой самой трубы нет советским поломета чем он стрелял то стеклянными колбами до стрелял применялся в основном то как противотанковое оружие метров на 200 до 300 стрелял редкая вещь но только затвор с ручками леса у нас прошло все от разной техники даже крышка термос темыч там палатку копает что-то пошло там у него идут находки у меня так незначительно хрень но единственное то что она в краске это от переноски снарядной немецкой в красе что редко в наше время встречается 150 миллиметров продолжая ковыряться в палатке выскочила наша и фичка выскочила очередная находочка маленькая смотрите как прикольно оригинально гильза от нагана стреляно и начале думал пулю запихнули просто делать нечего а то мне пригляделся оказывается кусочек карандаша тык-тык-тык-тык-тык-тык писали письма продолжаю копать в палатке всякая жбонь пару гранат выскочила наших тридцать третьих лорнице использованы саперочка гильзы патроны немецкие наши все вперемешку идет палатки опять же показался немецкий котелок но весь ушатанный изуродовали где-то на маска от нашего противогаза второй размерчик копаем дальше где-то Продолжение следует...